Давайте рассмотрим теперь вторую схему, второй расчет. Второй расчет, давайте посмотрим в чем разница, то есть те же самые отопление независимое, раствор гликоля с температурой замерзания, двухпроводные системы, то же самое 6 участков. Смотрим, что у нас здесь поменялось. Так, первый этаж, обратка. Я взял также 80 градусов, полипропилен, но взял уже трубу 32 и внутренний диаметр у 32 трубы получается 24 миллиметра. Обратите это внимание. Длина участка 36 метров по кругу идет. Здесь вот видите те же самые 18 киловатт, но перепад температур уже взял 20 градусов, то есть режим у нас получается 80 на 60. 80 входящая, 60 у нас выходящая температура. Естественно, объемный расход уже намного меньше. Двигаться теплоносителю так быстро не надо, как оно у нас было в первом случае, в два раза стало меньше. Здесь, в принципе, без изменений, кран шарового стандартного прохода я так и оставил, тройники на слияние так и оставил, уголки так и оставил. Но у нас уже суммарные потери давления уменьшились намного. За счет чего? За счет увеличения внутреннего диаметра этого трубопровода. Давайте дальше смотреть. Первый этаж подачи. Те же самые 80 градусов, тот же самый полипропилен, то же самое увеличил я до 32 диаметра трубы с внутренним диаметром 24-36 метров, 18 киловатт и 20 перепад температуры 80 на 60. Здесь у нас ничего не поменялось, как в первом случае, то есть кран шарвый оставил, тройники на разделение оставил, уголки и добавился также котел стальной. Естественно, за счет уже изменения диаметра трубопровода уменьшается у нас и суммарные потери давления. Дальше хочу обратить ваше внимание на радиаторы первого этажа. Здесь без всяких изменений я оставил 25 трубу. То же самое 8 метров, тот же самый тепловой поток единственный изменил температуру. Расчетный перепад температуры на 20 градусов. Объемный уже расход в литрах в секунду тоже самое в два раза уменьшился. Но алюминиевый радиатор я оставил те же самые. Заменил, значит, термостатический радиаторный кран на кран радиаторный просто прямой. То есть, как видите, если на термостатическом было КМС 211, то здесь 9,5, в 20 раз сопротивление меньше. Шарвый кран тот же самый остался, и тройник остался тот же самый. То есть, изменилось здесь только перепад температуры и изменился термостатический кран радиаторный. Я заменил просто на радиаторный кран прямой. Естественно, суммарные потери уже тоже изменились. Принимаем. Давайте посмотрим на стояк. Стояки я оставил 25 миллиметров наружный диаметр трубы полипропилен. Все также без изменения, с теми же самыми значениями, с минусом и с плюсом. Тепловой поток. Единственно, только расчетный перепад температуры изменился. И с минусом у нас прошли суммарные потери давления. В принципе, так, ну и стояк подачи давайте посмотрим. 80 градусов, та же самая труба. Здесь я превышение, то есть, 3,6 градусов у нас она поднимается. Поэтому я здесь ставлю в плюсе и суммарные потери. В этом отношении только менялась у нас расчетный перепад температуры. Видите, очень ощутимо влияет вот этот вот перепад. То есть, чем меньше перепад, тем больше будет сопротивление, потому что теплоносителю надо будет быстрее двигаться по трубопроводу. Если вы здесь поставите перепад в 30 градусов, то еще давайте поставим, для примера, 30. Как видите, было 44, уже стало 40 тысяч. Сразу же меняется и суммарные теплопотери давления. Это имейте в виду и радиаторы второго этажа, то есть, без всяких изменений, то же самое, кроме расчетного перепада температуры. Единственное, что здесь тоже я заменил термостатический кран на просто радиаторный кран прямой для ручной регулировки. Вот. И в итоге у нас получается, как видите, 95893. Это ставим 95896 паскалей и смотрим в барах. Вот, как видите, или лучше всего вам пускай атмосфера техническая. Вот. Это практически одна атмосфера. Теперь хочу сказать по насосу. Клиент писал в параметрах 10 атмосфер работает насос. Значит, если в паспорте написано 10 атмосфер, что это значит? Это то, что насос может работать в системе при давлении до 10 атмосфер. Но это не значит, что сам насос циркуляционный создает такое давление. Имейте это в виду. Никогда циркуляционный насос не создаст давление в 10 атмосфер. Как я говорил, он указал параметры насоса 25 на 6. Давайте разберемся, что это значит. Хотя я в курсах разбирался в своих эти данные. Но, похоже, не до всех это доходит. 25 – это условный присоединительный размер. То есть, дюймовый выход. У него дюймовые резьбы. 6 – обязательно посмотрите по паспорту. 6 – это значит подъем, на какую высоту он может подняться. И там указано в метрах водяного столба. Обратите внимание, что у вас вот эта сейчас цифра 0,97. То есть, это 0,9 атмосфера техническая. Давайте забьем теперь параметр нашего циркуляционного насоса. 6 – и он указан в метрах водяного столба. То есть, на 6 метров он может поднять теплоноситель. И смотрим. Атмосфера техническая получается 0,6 атмосфер. Или то же самое, пускай в барах практически 0,6. То есть, циркуляционный насос с параметром 25 и 6 может создать давление 0,6 атмосфер. Если параметр у насоса 25 на 80 или на 8 у каждого разного. У грунтфуз, например, 25 на 40 – это значит 4 метра. 25 на 60 – это 6 метров. 25 на 80 – это 8 метров. Так же самое есть 120, 150 и тому подобное. Вторая цифра – это обозначается подъем в метрах водяного столба. И, как видите, у вас 0,6 метров водяного столба. А общее у вас сопротивление получается 0,97. И, сами понимаете, в принципе, система работать будет. Но с таким трудом, чтобы преодолеть вот эти вот сопротивления, поднять по всем старикам теплоноситель. Понятное дело, что система замкнута за счет гравитационных сил, которые создаются котлом. То есть, нагрев по закону физики будет подниматься. Но задача у циркуляционного насоса заставить циркулировать теплоноситель. И, если будут вот такие большие сопротивления на все системы, естественно, насос уже будет. То есть, циркуляция будет не настолько эффективной, насколько она должна быть. Вот это подвох трубной системы. И давайте теперь разберемся с однотрубной системой. Однотрубную систему отопления для двухэтажного дома я хочу рассмотреть вот такую. Тоже была прислана мне клиентам. Значит, весь смысл какой? То есть, у нас находится котел. Идет разделение на две ветки. На первый этаж и на второй этаж. По второму этажу с помощью ленинградки однотрубная система. Завязаны котлы. И то же самое с помощью ленинградки завязаны по первому этажу. По однотрубной системе. Как я считал в этом случае. То есть, я взял ветку вместе с радиаторами второго этажа. Это у меня была одна ветка. Вторая ветка у нас была трубопровод с радиаторами первого этажа. Третья ветка я взял подачу на второй этаж. То есть, стояковый. Естественно, вместе с котлом вот этот участок. И четвертая ветка это обратку, чтобы указать вот этот перепад. Так как теплоноситель просто будет уже вниз падать. Естественно, сопротивления уже будут другие. В этом расчете у меня будет четыре ветки. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. И по ходу я расскажу, каким образом можно при системе ленинградка добиться равномерности прогрева всех радиаторов, которые сидят на данной ветке. Опять же открываем уже новый проект в программе. И я ее здесь обозвал однотрубной. Первый и второй этаж в общей сложности 20 радиаторов по 6 секций алюминиевых. И смотрим, что у нас здесь есть. Ну, давайте по порядку. Первый этаж с девятью радиаторами. Температура у нас тоже самая остается 80 градусов без изменений. Полипропилен. Везде ставлю 25 трубу полипропиленовую армированную. То есть, условный проход у нас получается внутренне 18 миллиметров. 37. Здесь я даже чуть побольше. Если у нас там было 36, я взял побольше. Там подсоединение к радиатору. Ну, это не столь важно. 37 метров я взял участок. Первого этажа у нас перепада никакого нету. Поэтому я оставил здесь без изменений. Тепловой поток будет у нас 800. То есть, 9 радиаторов по 900 ватт. Расчетный перепад взял 20 градусов 80 на 60. Как видите, у нас здесь объемная сразу намного уменьшилась по сравнению с предыдущими расчетами. Здесь уже, что нам удобно, программа у нас выдает много вещей. Я взял узел радиаторный. Вот такую вот схемку, по какой у нас будет работать. То есть, что у нас значит? D1. У нас условный проход 20 миллиметров. D2. То есть, участок вот отсюда досюда. D2. У нас получается 15 миллиметров условный проход. То есть, 20-я труба полипропиленовая. И D3. Вот этот участок у нас 20 миллиметров. Что это значит? У вас есть радиатор. У вас основная труба подходит 20 миллиметров условный проход или 25-я труба. Дальше у нас идет сужение на 20-ю трубу или условный проход 15 миллиметров. И здесь у нас выходит также 20 миллиметров. То есть, 25-я труба. И дальше продолжается. Естественно, опять здесь расширение на 25-ю. И здесь 25-я. Что у нас происходит? Когда у нас идет поток, он за счет этого сужения разделяется на два. Один поток пошел сюда, второй поток пошел сюда. Почему мне нравится именно эта схема? То, что по закону физики горячий теплоноситель в любом случае будет подниматься вверх. То есть, зайдя снизу, он в любом случае будет достигать верхней точки. И получается, что прогревается снизу вверх. Прогрев получается равномерный всего радиатора. Это один момент. И за счет вот этого разделения потока у нас и получается, что часть теплоносителя вошла в этот радиатор. Остальная вся пошла на все остальные радиаторы. И таким образом происходит равномерное распределение по всем радиаторам. Кроме того, если вы видите где-то неравномерность, вот за счет вот этих радиаторных кранов прямых, вы можете отрегулировать чуть ли не до градуса каждый радиатор. Вот поэтому вот эта схема однотрубной ленинградки всегда будет работать нормально с прогревом всех радиаторов на ветке равномерно. И затухания на последнем радиаторе никогда не будет. Вот только вот за счет этого сужения. То есть, разделение потоков на два потока. Вот я взял вот такой узел, так как у нас на первом этаже 9 радиаторов. Я и поставил. У нас при таком вот узле считаются сразу все. То есть, и радиаторный кран, и вот эти вот все переходники и тройники. То есть, вот этот весь узел, он сразу нам автоматически дает КМС элемента без учета самих радиаторов. То есть, принимаем. Дальше, естественно, по всему периметру у нас будут сколько-то уголков. 10 уголков заложил, и то это, наверное, много будет. 4 это по углам, ну, плюс там подвод к котлу или еще что-то взял 10. Это не так суть важно. Они много сопротивления дают. Радиатор алюминиевый взял точно такие же. 9 элементов у нас больше 4, то есть, КМС алюминиевых радиаторов такое. И кран шаровой стандартного прохода. Взял кран, который будет у нас стоять на эту ветку. То есть, запорный арматура на эту ветку. Их два штуки. В начале и в конце, который от радиаторов пойдет. Все, в принципе, здесь больше никаких нюансов нет. Мы посчитали весь сразу первый этаж вместе с радиаторами и со всеми элементами. И у нас получилось здесь общее 15000 паскалей. Смотрим вторую ветку уже с 11 радиаторами. Те же самые 80 градусов. Тот же самый полипропилен с внутренним диаметром. 37 метров участка. 20 градусов перепада. Но тепловой поток у нас уже увеличился. 9900, так как у нас 11 радиаторов. Узел взят тот же самый абсолютно. Здесь я 4 уголка взял. То есть, по углам просто-напросто. Приборы алюминиевые те же самые. И краны шаровые стандартные. Тоже два штуки. В начале и в конце. Все. Больше у нас никаких элементов на этой системе нет. Применимаем. У нас подача. Как видите, 80 градусов. Не увеличивая диаметр. То есть, как у нас была 25-я полипропиленовая труба. А так я аристайл. Хотя, если сюда 32-ю, это будет еще лучше. То есть, уменьшится сопротивление. Ну, для примера, я взял также 25-ю трубу. Длину участка я взял 4 метра. Пускай там где-то от котла начинается. И превышение, то есть, как раз подъем 3,6 метров. Я здесь заложил. Это у нас подача, второй этаж и плюс котел. Тепловой поток на второй этаж нам нужно только на 11 радиаторов. Расчетный перепад температуры 20 градусов. И здесь просто добавлен еще котел. Кран шаровый, понятное дело, который будет стоять на котле на подаче. Тройник разделения у нас на подаче один. То есть, один пошел отвод на второй этаж. Один пошел у нас на первый этаж. И уголков я взял, ну, 5 штук. Все это условный проход 20 миллиметров по 25-ю трубу. Принимаем. И последнее у нас идет. Это обратка второй этаж. Все то же самое. Единственное здесь различие уже то, что обратка пошла вниз. То есть, минус 3,6. И здесь тройник на слияние, который уже собирает два потока. С первого и второго этажа один. Уголков я заложил пять. И также кран, который будет стоять на котле на обратке. Котла уже здесь нет. Он у нас был в другой ветке. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилось 43 тысячи девятьсот шестьдесят пять. Ставим 43 тысячи девятьсот шестьдесят пять паскалей. И смотрим в барах, что это получается. 0,43. Естественно, это где-то, ну, чуть меньше пол атмосферы сопротивления. И, сами понимаете, если вы поставите котел шестерку, метр водяного стола в бар. И у вас получается 0,6. То есть, уже циркуляционный насос будет превышать ваше сопротивление. И, понятное дело, здесь вот эта данная система уже будет гарантированно работать. Но я говорю, я никого не призываю к какой-либо системе, двухтрубной, однотрубной, какая вам нравится, такую делайте. Единственное, что не забывайте, обязательно посчитать теплопотери вашего здания и посчитать гидравлику. А то, окажется, система хорошая. Да, она должна работать, но ваш циркуляционный насос не справится с этой системой для того, чтобы продавить. И, естественно, какие-то радиаторы у вас будут просто-напросто холодные. Ну, в принципе, и все, что я хотел здесь вам показать в этом уроке. Поэтому пользуйтесь той информацией, которую я вам предоставил. Всего хорошего! С вами был Владимир Козин.